Сегодня насыщенная повестка дня пленарного заседания, но на наш взгляд есть как минимум три вопроса, которые требуют освещения и разъяснения. Первая, конечно, это 282 статья, смягчающая предложение президента. Наш законопроект есть, Шургунова. Наша позиция такая. Мы, в принципе, все, что смягчает ответственность за лайки, репосты в соцсетях, мы за. Мы за. И то, что вышел президент с этим предложением, я думаю, это вынудила страна, вынудил народ. Возмущение и пикеты, и митинги, которые проходили, особенно массовое обсуждение в соцсетях, показало, что здесь необходимо было внести вот эти смягчения. Наша позиция по данному вопросу на сегодняшний день вообще надо убрать ответственность за репосты в социальных сетях. Нет правоприменительной практики. Есть особое мнение, и мнение судей, прокуратуры, следствий по этому вопросу, они не урегулированы. И масса, огромная масса людей подпадает под ответственность только из-за того, что нет практики, а есть вот это наказание. Мы считаем, что на сегодняшний день надо убрать эту совсем статью ответственности за репосты, а дальше садиться вместе с судьями, правоохранителями, академиками соответствующими институтами, изучать вопросы правоприменения и регулирования законодательств. На сегодняшний день мы считаем, что законодательство это отрегулировать невозможно. Второй вопрос. Буквально 25-го, 9-го правительство Российской Федерации внесло предложение о том, чтобы запретить создание государственных унитарных предприятий, а которые есть сегодня, их уничтожить. Вообще просто уничтожить. Значит, логика правительства Российской Федерации, господина Медведева, что государственные унитарные предприятия мешают конкуренции. Чушь какая-то, самая настоящая. Они даже не изучили цифры, которые есть у нас в Российской Федерации. В стране всего 23 262 унитарных предприятий, 7 миллионов зарегистрированных. Кто мешает конкуренции? Какая, значит, отсутствие конкуренции? Ерунда самая настоящая. Мы считаем, это вопрос коррупции, потому что государственные унитарные предприятия будут сейчас прихватизироваться, как это было в лихие 90-е, опять за бесценок, опять с нарушениями, и там будут сплошные коррупционные схемы. Сплошные коррупционные схемы. И с другой стороны, уничтожая государственные унитарные предприятия, они уменьшают конкурентность. Частный сектор, сегодня частный сектор, значит, предприятия, которые в частном секторе, массово идут банкроты, и они не конкурируют с государственными унитарными предприятиями. Они проигрывают в эффективности. Уберем эффективного собственника, ГУПы, они будут, так сказать, хозяйствовать в минусах, менее эффективно, но зато без государственных унитарных предприятий. И с этим же вопросом будет сегодня рассматриваться и парламентский запрос, который мы подготовили, я подготовил уже давно, но связан как раз с преднамеренным банкротством предприятий. На сегодняшний день, в развитии вот этого предыдущего вопроса, 13,5 тысяч только за один год, 17-й год, было банкротных предприятий. Причем предприятия банкротят, а возврата средств нет. Всего 5% возврата кредиторам тех средств, которые преднамеренно обанкротили. Преднамеренно. Ни одного уголовного дела, это самое, суда по уголовному делу, ни одного решения по уголовному делу. То есть сплошная коррупция, а там миллиарды рублей растаскиваются, отсутствуют рабочие места, разоряются предприятия, конкретный пример, строй-депо, где более 200 предприятий только из-за того, что преднамеренно обанкротили торговую сеть строй-депо, остались без рабочих мест, без оборотных средств. И никто не хочет изымать средства из этого новорища, этого вора и жулика. Никто. Значит, большая часть средств уводят в офшоры, выводят активы, выводят закредитованность и оставляют ни с чем нормальные, хорошие предприятия. Вот вам частные предприятия, вот вам схема. Поэтому сегодня мы будем обращаться к генеральному прокурору Чайки, к начальнику МВД Колокольцеву о том, чтобы они, проанализировав ситуацию с преднамеренным банкротством, дали предложение по законодательству, если не дает законодательство ловить этих жуликов и сажать, первое. И второе, усилить контроль за вот этими банкротными предприятиями, усилить контроль за теми, кто на этом делает бизнес. А мы не просто предполагаем, мы знаем, что преднамеренное банкротство обязательно имеет крышу в лице силовых структур, которые там же везде администрации, чиновники, все имеют от этого дела откаты, страдают промышленные предприятия, страдают конкретные предприятия, сокращаются рабочие места, обогатеют отдельные личности, рассовывают по карманам незаработанное. Вот эти три вопроса будут сегодня рассматриваться. Я в добавлении к фразе Валерия Федоровича, вот я, как будучи депутатом Государственной Думы 6-го созыва и сейчас 7-го уже созыва, более пяти лет занимаюсь преднамеренным банкротством бывшего Саратовского авиационного завода. Представляете, какой гигант, на котором работал 27 тысяч работающих, был преднамеренно обанкротен. Сейчас все эти площади застраиваются жилыми домами и там будут проживать просто люди, но при этом мы будем закупать самолеты за границей. Валерий Федорович сказал о том, что сегодня будет, я все еще не могу отойти от вчерашнего заседания, когда мы обсуждали с вами бюджет и вы за этим наблюдали. Да, действительно изменилась немного ситуация, добавились денежные средства, но все равно депутатов будоражат о том, что бюджет наш профицитен и очень хотелось бы те деньги все-таки положить не в кубышку, а направить в реальный сектор экономики, как это было, когда катастрофа была в стране, и Примаков, Евгений Примаков действительно направляли деньги в реальный сектор экономики, а это, естественно, дает дополнительные налоги, это рабочие места, это собственная продукция, которая конкурентно способна с той, которую мы сейчас в огромном количестве приобретаем. Значит, естественно, много поправок было принято, но при этом 180 поправок отклонили к применению, потому что в основном они были поправками депутатов Государственной Думы. То, что сейчас начал усиливаться парламентский контроль, это хорошо, но недостаточно. Мне кажется, слишком уж правительство диктует условия развития, в том числе страны, принятие каких-либо законопроектов, поправки какие-либо денежные средства. Поэтому председатель Думы сказал о том, что давайте изучим и посмотрим, как все-таки подушевое бюджетное финансирование происходит в регионах. Я это называю коэффициентом любви правительства к тому или иному региону. У некоторых этот коэффициент зашкаливает, а некоторые, как говорят, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи пустый. Поэтому, когда сегодня в регионах рассматриваются бюджеты, и есть явное несовпадение с желаниями, с возможностями и с теми установками, которые поступают свыше, имеется в виду и указы президента, регионы задыхаются и не могут решить все те проблемы, которым им сверху навязывает, рекомендует, мягко скажу, рекомендует правительство. Поэтому, видимо, в регионах 12 раз в году вносятся изменения в бюджеты, которые они уже утвердят, а затем вносят всевозможные поправки. Мне кажется, было бы правильно в Государственной Думе, я думаю, что это мы добьемся, чтобы все-таки бюджет был понятен всем, он был открытен, а не так, как по всем программам нужно изыскивать возможность найти ту замечательную строчку, ту запятую или ту точку, или ту цифру, которая будет означать конкретную реальную помощь тому или иному региону. И, естественно, бюджет надо будет пересматривать, в том числе в сторону муниципальных образований. Там реальная жизнь, там люди, которые пытаются решить многие проблемы, полномочия им отдали огромное количество, забыв при этом дать деньги. Поэтому это предстоит Государственной Думе решать вопросы для того, чтобы бюджетное финансирование было более-менее равномерно, равноценно и с уважением распределено по всем субъектам Российской Федерации.